Добрый день, сейчас я вам покажу как сделать экзамен в Packet Tracer Practice PT Skill Assessment. Меня зовут Юрий, я представляю университет Синдеком, мы помогаем студентам учить IT-карьеру, специалистам повысить экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококолесные кадры. Ну и давайте начинать. Открываем сам экзамен Practice PT Skill Assessment, нажимаем на него в учебнике на Атакаде. У вас должна появиться подобная страница, здесь выбираете предпочитаемый язык и у меня это Retake Assessment, у вас это будет Take Assessment, нажимаем его. Здесь версия Packet Tracer. Давайте поговорим про Packet Tracer. Чтобы делать этот экзамен, вам нужен установленный Packet Tracer. Сверху на Атакаде, в ресурсах, у вас есть кнопка Download Packet Tracer. Вы попадете на страницу загрузки Packet Tracer, загружаете последнюю версию. Ну и также при установке Packet Tracer обязательно нажмите разрешить доступ. Вот здесь вот, когда у вас с Брюмауэра Windows вылезет сообщение. Если не вылезает, то все нормально, у вас он отключен. Хорошо, тогда если вы установили последнюю версию Packet Tracer, выбираем 7.2.2 или новее. Нажимаем сюда, у нас открывается новое окно браузера и что очень важно, появляется вот такое сообщение. У вас собирается открыться ссылка в Packet Tracer, приложение Packet Tracer. Оно должно быть у вас установлено. Можете поставить галочку всегда разрешать, ну и самое главное, мы разрешаем открыть приложение. Тогда у вас пойдет подключение к Packet Tracer, ждем его и будем продолжать. Сейчас у вас откроется Packet Tracer, туда загрузятся все упражнения и у вас станет активна кнопка Start Assessment. Ждем пока у нас идет подключение. Вот, идут шаги уже. Просто нужно немножечко подождать. И как видите, Start Assessment кнопка стала активной. Нажимаем ее. Все, сейчас у нас откроется Packet Tracer и в нем будет наше упражнение, которое мы будем выполнять. Запускается. Теперь сам Packet Tracer. Все, Packet Tracer у нас открыт. Давайте теперь начинать. Первым делом я бы попробовал... Вот у нас само задание. Интерфейс уменьшить. Нет, уменьшение интерфейса. К сожалению, интерфейс, скорее всего, уменьшить не выйдет, так как у меня в Винде стоит такое. Ну ладно, инструкции. Сейчас давайте начнем делать наши упражнения. Первым делом здесь у вас предисловия. Можете читать, что от вас хотят. Но мы переходим к конкретным требованиям. Итак, нам нужно сеть 192.168.1.0 с H24. То есть последний только бит. Мы будем распределять. В общем, его нужно распределить на подсети. Создать, получается, одинаковое количество подсетей. Точнее, какое-то количество подсетей, где у каждой подсети будет по 30 хостов. То есть у нас должно быть 30 хостов. Вспоминаем таблицу. Получается, если 30 хостов, это у нас 224. Мак-адрес. Давайте я это все открою, покажу вам. Так, вот у нас все сделано. Так, получается, да, 224. Хорошо, маска 224. Ну, 255, 255, 224. Хостов у нас в этой всего в маске 224. 32. Да, также от нас требуется не просто разделить сеть на подсети, в каждой из которых будет 30 хостов, а сделать это так, чтобы оно было максимально... В общем, чтобы можно больше адресов сэкономить. То есть сеть у нас 32, значит, она нам подходит. Сеть 16 нам не подходит. Сеть, получается, 64 нам тоже не подходит. Подходит сеть только 32. Это 224 маска. И хостов у нас будет 30 в этой сети. Получается, стартовый IP будет 1.1, так как первый IP в первой сети 1.1. Дальше, вторая сеть, тоже 30 хостов, тоже маска 224. Это можно, кстати, скопировать. Не страшно. Так, тоже 224. Стартовый IP теперь 1. Получается старый IP плюс 32. Хоста в маске 224. Получается 33. Вот. 33. Дальше делаем то же самое. 1, 33 плюс 32. Это будет 50... Нет, стоп. 65. 65. Дальше. 1, 97. И пока что на этом остановимся, потому что нам нужно пока что 4. 224, 224. 30. Но в целом, считайте, что мы всю сеть распределили на вот эти вот подсети. Все. 1, 97. Пока что останавливаемся. Я перепроверюсь. Да, все правильно. Дальше. Что следующее в требованиях у нас? Потом четвертую подсеть мы распределяем на FirstFloorLAN. То есть у нас сеть... Давайте я ее покажу. Вот она. Получается, вот на вот эту вот подсеть мы выделяем четвертую нашу подсеть. На вот эту вот FirstFloorLAN. Четвертая подсеть идет. Давайте напишем. FirstFloorLAN. И идем дальше. Читать наши требования. Получается, первую сеть мы распределили на подсети. Дальше. Последняя сеть из... Последний айпишник из этой сети у нас идет на Building1. Получается, на вот этот вот машинизатор. Машинизатор на вот этот его порт. Кстати, забыл упомянуть, что у вас вот эта вот сеть может выглядеть сильно иначе. Но суть упражнения будет абсолютно та же. То есть меняется только название. И я об этом еще упомяну, когда мы будем конфигурацию писать. Сейчас мы просто распределяем сети. Хорошо. Пока что мы вот это вот пропустим. Это мы уже будем заполнять таблицу антрисации. Она у меня тоже принесена. Давайте пока что дальше распределять. Дальше мы делим остальные подсети на две подсети. То есть у нас будет подсеть подсети. В каждой из которых должно быть 14 хостов. Сеть у нас 32. Делим ее пополам. Сеть 16. Нам она подходит. Получается, в пятой и шестой у нас будет по 16 этих. Следующая сеть у нас 240 уже будет, а не 224. Так. Прошлая была 1.97. Заполняем полностью четвертую сеть. То есть плюс 32 хоста. 97 плюс 32. 100. Получается. 29. 129. Все. 1129. Дальше еще раз 240 сеть. Но теперь не плюс 32, а плюс 16. Потому что это сеть из 16 состоит. Получается у нас будет 30. 45. Правильно? Да. 129. 45. Все правильно. Я перепроверяю себя. 1.145. Все. Вот такие вот еще две сети мы создали. Читаем дальше. Так. Вторую сеть из 14 хостов. Так. Здесь только не 16. 16 это в маске. Здесь у нас по 14 хостов будет. Вот. Все. По 14 хостов. Получается вторую сеть из этих по 14, которые мы SecondFloorLAN. Получается. SFL. SecondFloorLAN. У нас уходит вторая подсеть. И что нам здесь нужно сделать? Опять-таки IP адрес. Все. Сети мы распределили. Давайте теперь приступать к IP адресации. Получается. У нас эта сеть начинается с 129. 129. А последний IP-шник вот этой сети нужно передать, получается, в Building 1. Ну или Town Hall. Он может по-разному называться. Его G00 порту. То есть порту, который идет вот сюда. Наводимся. Это G00. 0. Хорошо. Давайте смотреть. Получается. Вот здесь вот этот IP адрес должен быть. Смотрим. Какой у нас будет. Получается. 129. Это следующая подсеть. Получается. 128. Это именно подсеть. А не первый IP-шник в этой подсети. 127. Широковещательный. Получается. 126. И сеть запоминаем. Вспоминаем, что у нас была 192. 168. 1. 126. Все. Последний IP адрес из вот этой вот сети. Мы взяли под IP адрес. Не туда листаю. Под IP адрес интерфейса G00. Надеюсь, все понятно на этом моменте. Мы просто распределили сеть на подсети. Как вы учились это делать. Весь курс. Маска подсети. 255. 255. 255. 224. Все. Маска у меня тут тоже уже расписана. Все очень просто. Дальше. Опять-таки возвращаемся к конструкции. Это мы передали. Начиная с пятой сети, мы делим ее опять пополам. Это все мы сделали. Хорошо. Последний хост адрес из второй сети. Мы передаем secondfloorrun G01. Давайте переходим сюда. Получается из вот этой сети последний IP адрес. Сеть у нас состоит из 16 узлов. По маске подсети это смотрим. Плюс 16. Это получается 150. 50, 60, 1. 161. 160. Сеть. 159 шерепкообещательный. То есть 158. 158. 192. 168. 1. 158. Все. Вот таким вот образом мы разделили сеть на две главные подсети. То есть у нас остались еще другие подсети, но они не используются в нашем упражнении. Нам нужно только эти назначить. Маска у нас будет здесь уже другая. 255. 255. 255. 245. Сейчас проверяем, все ли я правильно назначил. Да. Ну и теперь давайте перейдем сразу к этой таблице. Что нас просят сделать дальше? Дальше нас просят... Нет. Еще одно важное. Это второй с конца адрес этой второй подсети из 14 хостов. Мы second floor switch. То есть у нас second floor switch будет 192, 168, 1, 157. Все. Вот так вот. Тот же, та же маска. Смотрим дальше. Это... Ну и все. А нам остается только распределить хосты, начиная с первого, остальным всем устройством. Ну и по сути тут уже все легко. Открою вот эту таблицу. Можете их сравнить. То есть мы просто берем IP-адреса, начиная с 97-го, то есть это первый IP-адрес. Распределяем. Вот 97-й идет reception хосту, 98-й оператор хосту, ну или хост 1, хост 2. Потом другая подсеть 145, начиная. 145-й идет IT-хосту, 146-й идет серверу. Вот таким вот образом мы все распределяем. Ну и так же пишем вот эти вот IP-адреса на необходимых дефолт-гейтвэях. Это все выучили сделать, тут все просто. Единственное, что нас просят, это дефолт-гейтвэй IPv6 везде взять fe81. То есть здесь вот это вот по заданию нам сказано сделать. Где-то это было. Вот про IPv6. Тут тоже все просто. Получается, сеть мы распределили. Я очень надеюсь, что вы поняли. Если нет, то, наверное, вам стоит еще учебник почитать. Давайте переходить дальше. Переходим к настройке. Мы распределили сеть. Осталось вот этим всем устройствам в сети назначить правильную конфигурацию. Первым делом нас просят настроить роутер hostname building1. Давайте откроем наше решение. Так, я его уменьшу. Building1. Конфигурация заблокирована. Что делать? Берем какое-нибудь устройство. Например, host3. Это у нас IT-отдел, где у нас должна, по сути, настраиваться все устройства. Подключаем компьютер, подключение, консольный порт, в консольный порт. Открываем компьютер. Здесь заходим в терминал. Здесь все по умолчанию. Окей. И мы подключились к терминалу. Его стараюсь уменьшить. Его можно уменьшить. Нет, его нельзя, к сожалению, уменьшить. И что делать? Все, могу вот так вот сделать на весь экран. Начинаем настройку нашего роутера. Получается, что нам нужно сделать? Первым делом, так, hostname building1. Enable. Configure Terminal. Hostname. Hostname. Building1. Копируем. И здесь, внизу кнопочка Paste спряталась. Как бы ее увидеть тут? Хорошо. Можно правой кнопкой Paste. Вот так вот. Все. Hostname building1. Он принялся. Идем дальше. А дальше все просто. По тому, что мы уже учили, здесь просто идут инструкции. Сейчас я это все открою и буду вам объяснять. Вот оно. Это уменьшу. Еще вот так вот. Это вот сюда. Итак, смотрите. Enable ConfT. Hostname. Это мы уже сделали. Дальше. Enable Secret. Нас просят добавить пароль. Пароль вы пишете свой. У меня вот такой вот пароль. Вы можете любой написать сюда. Ну и получается здесь тоже все просто. Enable Secret. Дальше. Обезопасиваем все линии, чтобы к ним нельзя было подключиться без пароля. То есть сначала мы добавили пароль на Enable. Дальше мы защищаем вообще все линии подключения. То есть Line Console, Line VTi и Line Aux. Можно. Я не уверен, можно ли без него. Но в целом, если вы не учили Line Aux, можете без него делать. В сути, та же линия настраивается точно так же. Она в устройстве есть. Но я не уверен. То есть до этого их вроде не нужно было настраивать по всем заданиям. Но на всякий случай я ее настраиваю. Вдруг из-за этого баллы пропадут. Так что просто тоже можете дописать. Как и Line Console, только Line Aux. Все те же самые настройки. Дальше. Настраивайте, обеспашивайте ее, как вы до этого учили. То есть просто пароль задаете на линию. Обязательно логин. Дальше. Timeout ставите. Ну и по сути все. То есть основные настройки. После настройки всех линий мы делаем так, чтобы минимальный пароль был 10 символов. Шифруем все незашифрованные пароли. Ну, чтобы они в файле конфигурации были зашифрованными. Я на всякий случай добавил баннер. Здесь о нем не пишут, но вдруг он нужен. Включаем IPv6 адресацию. Потому что у нас работает устройство с IPv6. Нужно ее включить. Ну и по сути настраиваем. Дальше ключи генерируем для SSH. Мы, получается, блокируем попытки входа. Отключаем поиск доменных имен. Задаем вручную доменное имя. Которое нас просят, кстати. Да? Нет. Хорошо. Дальше генерируем ключи. Ключи. 1024 вводим. Включаем SSH второй версии. Тайм-аут на SSH делаем. Дальше мы добавляем еще одного пользователя. Точнее, не еще одного, а одного. Имя на этот админ. Ну и даже пароль ему задан. То есть вот этот пароль. Тут уже не свой. Ну и все. Нам останется только настроить два интерфейса нашего устройства. Они уже вот тут вот расписаны. То есть два интерфейса. IP-адреса все есть. Просто их задаем. Ну и еще я добавил description. Потому что здесь просят задокументировать интерфейсы. Ну и по сути все. Включаем интерфейс. Вот это вот все добавляем. Это все вы учили на курсе. Это все очень просто. И эту всю конфигурацию я копирую. Я вам тоже советую это все делать в файлике. Потому что это быстрее и удобнее. Вот так вот все расписать. Настроить. А потом просто скопировать. Открываем конфигурацию. И вставляем эти все настройки. Смотрим чтобы нигде не было ошибок. Саша у нас включился. 1024. Згенерировались ключи. По сути да. Все вроде как настроено. Хорошо. Можем переходить к настройке следующего устройства. Это все. Мы настроили наш роутер 1. Он уже работает. Теперь настраиваем switch. Second floor switch. Получается возвращаемся к топологии. Переключаем. Не отсюда. Здесь оставляем. Приключаем к second floor switch. В консольный порт. И так же сюда заходим. Переподключаемся. Терминал. Окей. Все. Switch 2 мы теперь. Ему костным не нужно задавать. Он такой и остается. Смотрим что нас просят. Настроить VLAN 1. IP адреса на нем. Ну и все по сути. Давайте смотреть. Там проверка. Хорошо. Заходим опять таки в таблицу. Смотрим. У нас second floor. VLAN 1. Вот такие вот IP адреса. Ему нужно задать. Так. Сейчас я это подвину. Вот. Чтобы все было видно. Ну и давайте начинать. Опять таки у меня все есть. Давайте объясню. Итак. Enable. Configure Terminal. Тут все понятно. Дальше. Опять таки. Enable Secret Parole. Шифруем пароли. Баннеры на всякий случай. Отключаем поиск для именных имен. Настраиваем. Линии консоли. Линии VTI. Опять таки с паролем. Чтобы никто к ним не мог подключиться без пароля. Настраиваем один единственный интерфейс VLAN. Ему задаем IP адрес. IPv6 не нужен. Ну и дефолт gateway. Ему задаем. Все по сути. Вот это вот все мы можем копировать. Эти все команды вам должны быть очень хорошо известны. Тут ничего сложного вообще нет. Так. И это все вставляем в наш конфигуратор. Все. Мы настроили уже два устройства. И в теории все уже должно работать. Так. Нас здесь не просят настраивать иконечное устройство. Как я понимаю. Да. Вроде как все должно быть выполнено. Ниже здесь. Чтобы нам говорили о других устройствах. Получается. IPv4 адреса мы распределили. А нет. Все, все, все. Или стоп. Ладно. Давайте проверим. Откроем хостнейбы. Да. IPv6 здесь не настроено. Все-таки нужно их понастраивать. Тем более, что в таблице они у нас есть. Это не то. Сейчас я все найду. Вот. Так. Открываем. Хост1. IP адрес копируем. Хост1. IP адрес. Давайте его принесу. IP адрес. Маска под сети. Все это настраиваем. Здесь, конечно, у меня не очень удобно. Из-за разрешения. Но что поделать. Это все мы сюда копируем. И IPv6, как я понимаю, тоже нужно настроить. Так что мы его тоже копируем. Вот так вот. 64. Так. И default gateway. Все. Вот так вот мы все настроиваем. На всякий случай закрываем, открываем еще раз. Смотрим, чтобы все настройки сохранились. Чтобы никакой ошибки вам не выбило. И можно хост1 закрывать. Переходить к следующему. И таким вот образом мы настраиваем все хосты. Хост1, хост2, IP адрес, маска, маска, дефолт гейтвей, дефолт гейтвей, IPv6, 64, дефолт гейтвей. И все. Закрываем, открываем. Все сохранилось. Все настроено. Идем дальше. Нам осталось еще два устройства. Хост3. Так. Закрываем терминал. Открываем здесь. Опять-таки находим IP адреса. Для хоста третьего. Все вводим. Здесь осталось все самое простое только. Дефолт гейтвей, IPv6, 64, и дефолт гейтвей. Сюда. Все. Закрываем, открываем. Все настроено. Осталось только сервер настроить. Открываем сервер. Здесь выглядит все точно так же. IP адресация. Копируем IP адрес. Маска под сети. Копируйся. Все. Дефолт гейтвей. IPv6. Как видите, ничего абсолютно сложного тут нет. Просто берем и настраиваем все подряд. Читаем инструкцию. И если вы делали все лабораторные до этого, это все должно быть максимально простым для вас. Все. Мы настроили все, что от нас требовалось. Можем завершать работу. Для этого мы возвращаемся на страницу. Сюда. И нажимаем Submit Assignment. Теперь просто ждем, пока у нас пакетрейсер соберет все данные. Пока у нас все закроется. И вот таким вот быстрым образом мы все сделали. Также я очень советую вам самим создать эти файлики, все расписать, все команды вспомнить. Они максимально простые. Это кажется со стороны, что все сложно. Но если разбираться, если вы делали все лабораторные до этого, эти все команды должны быть вам известны. И все это должно быть очень просто для вас. Создаете файлик. Там очень просто все настроить. И настраиваете, как я. Ну и как видите, мы закончили этот экзамен на 100 баллов. 100%. Можно закрывать, переходить сюда и видеть свою оценку в 100. На этом все. Пишите ваше мнение в комментариях. Если это видео полезно, можете поставить лайк и подписаться на канал. Ну и до свидания.